Доброе утро, дорогие друзья! Мы начинаем наш пятый урок в понедельной главе Торы Тазриа и мы видим, что настолько непросто нам представлены эти законы какой вид имеет проказа бывает она белая бывает желтые волосы бывает какие-то пятна красновато-белые и мы видим где-то зелено-красновато в общем разные виды ее и бывает она на ожоге и бывает она на ушибе и очень интересный закон есть что если проказа покрыла все тело человека с головы до ног то он чистый такой удивительный закон то, что мы видим в случае с Мирьям Всевышний ее поразил с головы до ног и она всего 7 дней подождала и пришла то есть она чистая, только контрольно она 7 дней подождала если бы она была пятна покрыта 7 дней потом еще 7 дней тогда выяснилась бы уже проказана или нет тут всего 7 дней то есть она была полностью покрыта проказами в общем такое вещь интересно мы читаем в нашем Танахе про праведного царя которого звали Узьяву а папу его звали Аматьяву и что интересно что это не был какой-то грешник или что он был праведником он служил праведно Всевышнему он отстроил Иерусалим какие-то башни все он делал все праведно вел и он 16 лет стал царем 52 года царства это не просто так но укрепилось сердце его и вот он решил что он воскурит Всевышнему взял кадильницу подошел к нему первосвященник Азария и говорит это не тебе воскуривать стоит 80 коина в Азарии и говорит это сынам агаронам только можно воскуривать но он был царем сильным и он так решил что ему это позволено и как только он приступил к этому делу как вдруг у него на лбу появилась проказа и первосвященник Азария его увидел и он сам царь пришел смятение такой испугался и вывели его из храма и жил он до конца своих дней в доме прокаженных за станом за Иерусалимом вот так то есть это настолько все непросто что даже казалось бы будучи праведником всю жизнь человек может оступиться и получить такое наказание и главное что разлили до конца своих дней обычно если человек получил наказание он может искупить свою вину перестать поступать так как поступал и раскаяться и Всевышний убирал ее в данном случае не убрал чтобы искупить его вину видно потребовалось большего хотя он был праведным царем как пишется у нас так на сегодня наш урок заканчивается урок был дан за поднятие души моего папы Яков Беннахума и у дяди Владимир Бен Григорьева брата Павел Бен Ефим Хая Малка Бат Йосиф Мир Бат Аврагам Роза Бат Михаил памяти Урия Бен Харитон Мендель Бен Мендель Здоровья Светлана Бат Клара Гитл Бат Мирьям Борис Бен Бария Анна Бат Ривка Полина Пел Бат Соня Сура Лена Бат Клара Женя Бат Ида Анна Бат Елена Евгений Бен Софья Двоера Бат Мирьям Моисей Бен Ева Ирина Бат Войра Йосиф Бен Раиса Инесса Бат Маэль Евгений Бен Берта Евгения Бат Ита Искан Шимон Бен Бейла Мотл Фира Бат Анна Гитл Бат Мирьям. За хороший дух Арон Ирия Бендвойра, Денис Бен Ахум, Авигайл Бат Сара. Всем всего самого наилучшего. Пусть закончится страшная война. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте отзывы. Всем всего самого наилучшего.